Доброе утро, ребята! Привет-привет! С наступающим Новым Годом! Мишутка, ну рассказывай, что ты будешь делать в новогоднюю ночь? А, слушай, сначала съем мандарин, потом загадаю желание, потом лягу спать. Ну, в общем, у меня большая программа! А разве это большая? А как же веселье, праздник, гости? Ну какие гости, Серёжа? Какое веселье? У меня ёлки нет. Так в чём проблема? Давай её смастерим. Мы же в мастерской, или ты не хочешь? Как это не хочешь? Очень даже хочешь! Давай! Ну всё, считай, у тебя есть уже новогодняя ёлка. О, здорово! Ну с чего начнём? Ребята, для сегодняшней поделки нам понадобятся ёлочные украшения, белая краска, кисточка, вот такой вот конус. Его можно сделать из картона, но он у меня из пенопласта. Шишки, вот такие веточки ёлочки. О, какие веточки! И клей-пистолет. А ещё вот такая паутинка, да? Как у Человека-паука. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Мишутка, Мишутка, дай сюда, пожалуйста, тю-тю. Во-первых, это не паутина, а сизаль. Что-что? Сизаль. Сизаль? Придумают же! Сизаль. Да, и она нам тоже понадобится для сегодняшней поделки. Сперва, ребята, займёмся конусом. Возьмём шишку, нанесём на неё клей и приклеим её вот сюда. Серёжа, а мне нравятся очень шарики. Смотри, какой красивый. Давай приклеим, а? Давай, давай. Ах! Хорошо. Также нанесём клей, приклеим вот сюда, к примеру. Ой, как красиво получается! Да, нам предстоит много работы. Наклеить сюда шишки, шарики и украсить всё еловыми веточками. А интересно, а кто придумал украшать ёлку? Хороший вопрос. Давай это узнаем прямо сейчас. Давай. Давным-давно великий император Пётр I встречал Рождество в Германии. Именно там он впервые увидел наряженное дерево. Идея украшать ёлку конфетами и фруктами настолько впечатлила государя, что, приехав в Россию, он тут же распорядился встречать Новый год по немецким традициям. Конечно, спустя время о традиции забыли. Заново украшать ёлки начали при Екатерине II. Ой, Серёжа! Это великолепная, чудесная, необычная ёлка! Давай я скорее сюда пойду в берлоги поставлю. Подожди, Мишутка, я ещё не закончил. Потерпи. Ой, потерпи. Ладно, но только немного. Намного у меня терпения не хватит. Я быстро, Мишутка. Сейчас берём кисточку, окунаем её в баночку с краской и начинаем красить шишки. Ой, Серёжу, не надо! Это совершенно лишнее! У нас шишки с плесенью, что ли? Нет, почему? Я рисую не плесень, я рисую снег. Снег? Ой, Серёжа, ты меня насмешил! Пойди на улицу набери, да на ёлочку посыпь. Ой, всему тебя надо учить и всё тебе подсказывать. Ну хорошо, давай мы выйдем на улицу, посыпем снегом, а потом ёлочку принесём домой. И что? Что случится? Что случится? Будет стоять такая ёлочка красивая со снегом. А снег-то растает? Да, снег растает. Именно поэтому, Мишутка, я использую краску. Она, кстати, смотрится не хуже снега. Скажите, ребята, м? Ну что, Серёж, всё готово? Нет, Мишутка, как обычно ты торопишься. Ой, ну что, не готово? Нет. А сейчас? Нет ещё. Ой, как долго-то. Так, Мишутка. Ну что? Ну что-что, всё готово. Я и веточки покрасил. Ой, здорово. Они как будто в снегу. Я, кажется, знаю. Пришло время этой, ну, этой какие-то штуки, которая вылетает. А, сизаль. Ой, сизаль, да. Это называется сизаль. Скручиваем сизаль. Вокруг ёлочки. Вот так вот. И склеиваем. Неужели этот день настал? Неужели у меня будет своя собственная ёлочка? Нет, Мишутка, не будет. Как не будет? Она у тебя уже есть. Ой, Серёжа, ой, какой ты шутник. Хе-хе-хе-хе-хе. Ой, вот. Вот иногда. А точнее раньше я был вредным. И знаешь почему, а? Потому что у меня ёлки не было. Точно. Теперь сразу добрить начну. И... Ой, это же что же получается? Ко мне теперь друзья могут в гости приходить? Да, Мишутка. О, это же надо подарки покупать. Угощения готовить. О, Серёжу я побежал. Пока, ребята. Пока, пока. Малыши, не пропускайте новые выпуски мастерской. И мы подскажем вам ещё много интересных идей для поделок и научных опытов. Серёжа, я же ёлочку забыл. А, конечно. Держи. Ой, спасибо. Да, и ещё хочу сказать тебе спасибо, Серёжа. И с наступающим Новым Годом всех. Вот так вот. Ну, теперь точно. Увидимся на канале Карусель. Пока.